Богатые водными ресурсами Пензенской области испытывают нехватку воды. И виновны в этом руководители районов и муниципалитетов. Такое заявление сделал губернатор Василий Батькарёв на расширенном видеосовещании. В деревне должна быть вода, и не только в деревне, а в районах, центрах. В городах, где есть частный сектор, вода должна быть и для полива. Часто некоторые руководители управления считают, что они несут ответственность только за обеспечение селения питьевой водой, для приготовления пищи, помыться и так далее. Я думаю, такой подход в корне не верю. Наличие достаточного числа источников технической воды позволит, по мнению губернатора, активнее развивать сельское хозяйство региона. А это, в свою очередь, решит не только проблему нехватки местных сельхозпродуктов, но и обеспечит работой жителей области. Если мы хотим, чтобы у нас были овощи в достаточном количестве, фрукты, ягоды, картофель, то население должно иметь достаточное количество воды для производства сельхозпродукции. Зам. предправительства Николай Щеулов отметил, что проблемы с водоснабжением есть практически во всех районах области. Число населенных пунктов, не обеспеченных в должной мере водой, доходит до полутора сотен. Главом таких деревень и городов, отметил губернатор, нужно применять самые жесткие меры, вплоть до снятия с занимаемой должности. И вот я даю упрощение контрольному управлению. Белинск ревизию провести, Башмаково, Пентинский район, вот за эти пять месяцев, значит, Неверкино, вот четыре района. Остальные пускай потом подумают. На основании материалов ревизии посмотрим вообще, что делать с этими главами. Станислав Корякин, Андрей Лешин, телеразиокомпании «Заречный».